Прошлое занятие, кто не был, у нас был постановлен в отдых о ком. Мы с вами дискутировали, мужчины высказывали в игроке женской части человечества, женщины высказывали в игроке мужской. И сейчас мы с вами, включены камеры, мы сейчас с вами поиграем в игру, которая называется ток-шоу на эту тему. Мы сейчас выберем спикера с женской стороны, спикера с мужской стороны, которые здесь в течение 3-4 до 5 минут сделают вступительный вброс, связанный с концептуальным взглядом мужской части населения на недостатки женской, что женщины не дорабатывают. И как они неправильно себя ведут в отношении с мужчинами системно, начиная с детства, благодаря мамам, благодаря, в общем, в конце концов, у школы у нас меньше 10% мужчин, персонал. А это не хорошо. И наоборот, женщины спикера выберем сейчас, которые сделают, раз-два-две разобьет мужчин, как несостоявшихся инфантильных и вообще нахрен непригодных, или нет, которые не терпу для руку и не соответствуют ожиданиям женской части населения. В результате поиграем мы все. Эти два спикера сделают вот такие вот вступления. Дальше у нас начнутся вопросы, начнутся дебаты и выступления экспертов. Наша задача, ну, во-первых, вот эти вот спикеры, которые будут выступать на женской и мужской части, сделать классическое выступление, которое, во-первых, будет сжато, образно, ярко, с жестами, с взглядами, с убеждением. Причем с убеждением, да что вы говорите, эмоциональное убеждение. То есть мужчины в своем уме, ну, я, например, задаю просто тон. Вы вот здесь не тянете, вот это не тянете. Если вы хотите после этого снять у нас и наработать, вот такую атмосферу задать и отработать вот в результате этой игры навыки публичного выступления перед аудиторией, достаточно приближенной к ток-шоу. И когда мы смонтируем, у нас получится продукт, и этот продукт я хочу повесить для всех, чтобы привлечь общественный резонанс. Ну, и, в общем, просто попытаться смонтировать ток-шоу в таких, в общем-то, по-моему, самых простых. Это был план на сегодня. Да? Предыдущее занятие у нас базис. То есть мы у вас проговорили основные тезисы, проговорили теорию. У каждого она, в общем-то, своя, но, тем не менее, мы нашли общие точки соприкосновения. Давайте сейчас, ну, во-первых, если есть вопросы и пожелания, мысли по ходу дела, давайте говорим. И уйдем на трехминутную выбирание из пиков, кто станет от женщины, от мужчин. Может быть, даже сядем, мужчины с правой, женщины с левой. Давайте, давайте. А мы на самом деле очень... Когда мальчик-девочка, мальчик-девочка, тут возникает дружба, фронт-шарт. А мы на самом деле сейчас будем моделировать... Мы будем моделировать, ну, антагонизм, например. Понятное дело, что мы люди, но не настолько, чтобы сидеть в камере. Электроны налево, потом... Да. Давайте пересядем. Девочки, я извиняюсь, что я вас заставил. Давайте. Давайте, да. Значит, здесь будет выступить пающий женские стороны, здесь мужскую. Сюда, да? Да, просаживайтесь, да. Болова прошли, что-то, болова. Да, здесь, да. Еще сюда, там, в саде. Прятались где-то. Я уже на его и где-то, а суть не стыдяй. Похотелось бы. Так, значит, листочки лучшие у всех есть. Дело в общем. Тема, тема выступления звучит примерно так. По жизни, это имеется в виду, что берем достаточно большие временные рамки, стратегические. То есть, там есть определенные рубежи, которые к определенному возрасту надо достичь, чтобы двигаться дальше. То есть, из людины стать, людины стать человеком, стать витязем и все время ментально расти. Мужчины, как правило, этих задач не решают. Доходят до, ну, от меня уже 40 лет, а я, ой, как много, что еще не сделаю. Ну, и, соответственно, женщины. Что про женщины? Да. Ну, мы случайно узнали, что 150 лет же. Женщины. Ну, ладно. Здрасте. Здрасте. Можно с вами? Да, да, да. У нас женщины сидят по левую сторону. Ой, как. Масло. Ой. Ну, смотри. У нас тоже. Ну, не соревновательная дискуссия, да. Нет. Схема такая. Значит, мы сейчас 3-4-5 минут даем для того, чтобы тезисно набросать боевую схему речи по мужчине, вы не правы, или женщине, вы не правы. Супление, заправочка. Причем, я предлагаю в полупринудительном порядке боевую схему речи построить вот таким образом. Первое. Начать с какой-то частной истории. Вот просто рассказать о чьем-то большом личном несчастье. Что жил был мальчик, да. И только потому, что он там раз, два, три, слабохарактерный, традота, он сейчас алтоголик, бомж, там, и, ну, я не знаю, все что угодно. То есть, частная история, из нее следует, что у мужчин в голове вообще-то лапки. По-моему, больше двух. Да? Соответственно, мальчики, пока вы не возьметесь за ум, ничего не будет, потому что раз, два, три, и четвертое. Большая проблема найти себе ровню. Мы, женщины, стоячие, умные, мы можем сами зарабатывать, а ровни вокруг, даже ядом не посматриваются. Это большая проблема, мальчики, запишите что ли на курсы, недорого, могу посоветовать. Ну, например, получается яркая боевая схема речи, от которой вся аудитория начинает возбуждаться, хлопать и кричать, браво, бис. Ну, например. Да? Соответственно, такая же боевая схема речи максимально обостряет разные вещи с мужской точки зрения. То есть, тоже с частной историей, история, связанная с женщиной. Мама воспитывала, воспитывала, она смотрела много в зеркало, делать ничего, больше варить не умела, вышла замуж, потому что там, ну, его яйца ввели, а ей было все равно. Прошло пять лет, яйца уже не введут, и она осталась одна. И все время обвиняет мужчину. Это же неправильно. Ну, и так далее. То есть, вот такая вот схема речи, да? Дальше кинем жеребьевочку, не будем выбирать особо выдающихся или особо... Ну, можем выбрать, если сами решите в своем женском кругу или мужском. Но, в принципе, можем кинуть жеребьевку, кто вот сюда выйдет в качестве стыка. Ну, чтобы никто не наслабялся. И знаете, есть такие, которые выступают редко и считают, что... Дрест-ли. Бери-бери-бери. Там еще есть туле. Я буду обидушим. Солодим. Я буду модерировать самую дискуссию. Я порежу. То есть, все вступления там, перестановки, мы это все уберем. Моя задача максимально всех прокачать с этого места. Повторим. Значит, мы играем в ток-шоу, который связан, который условно называется «Мужчина и женщина. Проблемы современных взаимоотношений». У нас будет 20 спикеров, которые здесь выступят 3 минуты, 4. Максимальные претензии к противоположному полу, которые связаны с тем, чем мальчики недорабатывают в этой жизни. И наоборот. Для того, чтобы вскрыть основные системные проблемы взаимоотношений, когда выступит первый спикер второй, мы дадим возможность задать вопросы противоположных экспертов и сделать выступление самих экспертов с места. И останавливаемся. В принципе, один цикл где-то примерно минут на 20-30. И следующий. Хорошо? Что следующее? Следующий спикер. А что, 30 минут каждого расстреливать будут? Нет, ну два, во-первых. То есть, минут по 10 на каждого. Минуты, это и перчатки. А, ну, вы менять задам, да? Можете, а не перчатки, да. То есть, самая главная задача. В этих выступлениях, которые вы сейчас себе набросаете, Понятное дело, вы можете так и не считать, на самом деле. Вы можете сглаживать. Ну, мужчины вообще, они же такие комфортные. Они в том смысле, что они, ну, так-так, пусть так и будет. Но сейчас основная задача обострить до предела. Вот обострить до предела системные проблемы. Смотрите, скорее. Скорее есть, вот еще. Да. Кстати, я бы не школа. В школе все наоборот. Больше девочек, здесь мы продемонтим. А тут я не отправил этот радиоролик. Я заключился. Меня надо пьем. Сюда, сюда. Меня надо пьем. Потому что, чтобы процессов. Нет, спасибо. Я бы не спрашиваю. Я бы не спрашивал. Нет, ну, я бы не спрашиваю. Так, ну, еще 3 минуты дам, 4 отсылки. Боевая схема речи, настаиваю на том, чтобы начать выступление спикера здесь с какого-то частного случая, который может системно олицетворять тупик, в который зашли межличностные межполовые отношения в нашем обществе, в результате которых страдает рождаемость, люди не прикаянты, люди не растут, а мы с вами знаем, что личность, правда, она развивается хорошо, если есть 4 составляющие – личная жизнь, карьера, интересы и здоровье, ну, хобби там, увлечения и здоровье. Вот если личная жизнь отсутствует, гармоничной личности все равно. Соответственно, не будет воспроизводства гармоничных личностей, так и тем более. Можно подвести, конечно, к русскому миряту, можно подвести к чему угодно, можно просто подвести к тому, что мне уже там, например, 49 лет, я еще хочу дочку по-нецки. Аргументы могут быть любые. Интересно, а что вы шутите? Что дочку? Несколько? 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 Нет. Это ток-шоу. То есть мы играем в ток-шоу. Для того, чтобы включить вербальный поток именно такой ситуации. Вот она сидит, аудитория, и здесь кормим взглядами надо в очень широком спектре, надо жестикулировать. И самое главное, чего я прошу от этих спикеров, с места то понятно, все будут выступать как могут, а вот отсюда нужно убеждать. Надо делать эмоциональное заявление. Девочки, да что вы говорите? Вы себе только подумайте. Раз, два, три. И вот после этого вы говорите, что мы его не соответствуем ожидания. Да ну. Ну, эмоционально. Не просто, знаете, вот концентризмы там, пересказ каких-то статей, каких-то политических материалов, а у вас свое личное отношение. У меня был друг. Да? Один раз женился неудачно, второй раз женился неудачно. Сказал, что жениться больше не буду. Нафиг, как-то. Хорошее дело, он так его не назовут. И я вам скажу, вы думаете, проблема в нем? А нет. А не тут-то было. И пошли перечислять. Байвань с кем надеть. Вот такое вот выступление. Оно игровое, оно моделирующее, но оно решает по-прежнему массу уложенных задач. Попасть в поток, не вспоминать свой текст, на который вы сейчас напишете, и эмоционально друзить девчонок. Это тоже, кстати, большой навык, когда перед вами сидит несколько женщин. Надо себя вести очень энергично, агрессивно. и ставить их на место. А мальчиков тоже грузить молодцы? Конечно, конечно, конечно. То есть тут, ну, в общем, эта игра как упражнение, она очень полезна в ряде вещей, которые я даже сейчас и не пробовал. И еще две минуты. Что ты выбираешься? Я не готов. Ты уже готов? Я всегда готов. Да, мы играем на руку, здесь девочки. У нас все мальчики и девочки, а у вас будет 2 мальчика. А в европейской я себе передачу, там 2 мальчика сидят. Все? Да, 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 да. Ну, мы задаемся на этой идее. Это есть причина. Двух девочек. Я не против мужчин, но сам почему-то. Я не знаю, на какой стул вообще соединяется. Только, кстати, хорошая тема. Это мы сделаем отдельный блог. Ну, потому что… Зайков или не против? Есть мамы мальчиков, отдельная категория мальчика, которые их понимают, поскольку с ними, ну, их много вложил. И реально понимают, потому что и там, и там. То есть люди, которые, наверное, стоят в разных блогерях, они прекрасно понимают, как гармонизируют. При этом они понимают, что мальчикам тяжелее. Они на самом деле более важны. То есть… Ну что, две минуты пришли. А-а-а-а, ну так что-то мы жрели монетку. А, да, жрели монетку, да. Нет, может кто-то по желанию? А, свища тянет, да? Вот Юра что-то. Ну, за монету. Давайте, давайте представим, если что-то Юру желаем. Давайте. Если мы желаем, то… Лер, идешь? Ну, пойду, а что делать? Хотите? Пойду, поясните. Лучше забывайте, девочки. Я ж буду говорить… Воевали. Да-да-да. Нет, речь именно о том, что говорить именно то, что он носился и что придет в голову. Ну, почему у вас стресса не было? Ну, без матов, ну… Максимально не лицеприятно. Как без матов? Нет. Я пошел в голову. Да-да-да. Так, ну, с девочками определились. Кто у нас? Тоже выбираем? Или тянем спички? Лично, семейные тайны. Спички тянем. Спички? У меня нет спички. Может, Юру? Дело в том, что мне пора еще сегодня. А, ну, то есть ты отстреляешься первым? Да, быстрее. Ну, давайте. Да-да. Юру. Мне нельзя о том, что я вообще мне… Так, уважаемые телезрители, сегодня у нас первый выпуск программы «Мужчины и женщины», и мы в этой программе хотим, в общем-то, выявить, огласить, показать всем обществу, которое, нельзя сказать, что там счастливо, основные проблемы межличностных отношений между мужчинами и женщинами. Эти проблемы очень часто глубоко внутри спрятаны, их не озвучивают. Ну, потому что есть проблемы с самолетами. Девочки не озвучивают мальчики, а мальчики не озвучивают девочки. И иногда люди проживают большую часть жизни и даже не знают, не слышали, а что думает обратная сторона. И вот сейчас мы с вами услышим открытым текстом, что женщины думают о мужчинах. И тема доклада, в общем-то, называется «Мужчины во имя права про жизнь». И первый спикер у нас, и она сейчас, в общем-то, разложит все на раздобре. Может? Мужчины наши, дорогие и обожаемые, вот что я вам хочу сказать. Когда вы, наконец-то, вот будете мужчинами. Вот сколько можно, сколько можно вас упрашивать. Вот я вам конкретно приведу. Вчера хорошая погода. Ночь на дворе 15 градусов. Я сижу в социальных сетях, потому что рядом орёт футбол. У меня уже скучно в этих социальных сетях. Мы уже обсудили всё, что там положено обсуждать. Я наконец-то говорю, ну, слушай, дорогой, смотри, как хорошо на улице. Давай пойдём погуляем. Потому что, если вам мозги не проведать, вы вообще заснёте. Он говорит, я не понял, ты что-то хочешь? Так пойдём и тащите меня в сторону спальни. Я говорю, я хочу гулять. Потому что я знаю, что будет в спальне. Он заснёт просто. В общем, короче говоря, это нормальная жизнь, да? Вот нормальная семейная жизнь. Человека погулять не вытащишь. Кое-как одеваю эту мумию, вытаскиваю на свежий воздух. Веду, думаете, где? Я его веду мимо павильона цветов. Ночь во дворе. Я не знаю, что он думает, будет через час. Но мы два раза прошли мимо павильона цветов. Я возвращаюсь оттуда с пустыми руками. Хорошо, мы пришли домой. Я говорю, знаешь, ничего там в руках не хватает. Я взяла веник и пошла в горах. Вы думаете, до него дошло? Вот как мужчина вам объясняет, что вы ночью ходите? Правда была к цвету, романтике и других отношениях. Хорошо, потом наступает день. Вот мне бы это, мне бы это, мне бы то. Я, конечно, это всё понимаю. Но днём мужчина должен работать. Чтобы днём мужчина работал, он должен быть немножко более организован. Если он не организовал себя вечером толком, он себя и днём потом не организует. И вот так целыми днями проходит ваша жизнь. Днём вы не знаете, как заработать деньги. Вечером вы не знаете, как их потратить. Ночью вы не знаете, почему вам мешают. И вот так проходит жизнь. А потом у нас нет населения в стране достаточного количества. У нас вообще ничего нет. Мы тащим этих бедных детей. Этот маленький ребёнок лучше понимает, что надо маме, чем вот этот взрослый папа. Я хочу спросить у вас. Ребята, вы как думаете, что надо сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Хорошо. Хорошо. Для затратки. В общем, надо спать. Можно работать? Можно работать? Скорее. Я прошу мужчин старше 80, а этот вопрос не отвечает. Там была реплика связанная «Я хочу вынести эту мумию, и вот предоставим слово мумию». Эх, я был не в Санкт-Петербурге. Я там под балконом. Серенадовый спел. Можно вопрос? А вы не проповедите называться футболом? Да я знаю все футбольные команды. Я вам могу сказать столько, а то и сколько забил. Но это же не меняет ситуацию. У меня Маратона вообще любимый человек. У меня его конкретная часть. Хорошо. По регламенту выступление представителя женского лайнера. Да. Закончено. В принципе, основные тезисы понятны. Что было, что не было, чем секс. Успокойтесь. Давайте послушаем мужчину. Василий Юрий. На тему женщины. А на самом деле вы не правы по жизни. Хорошо. Милые дамы, вы не правы по жизни. Значит, немножко обрисую ситуацию. Есть у меня хобби. И в рамках этого хобби есть у нас клуб, куда мы собираемся по субботам. По утрам, в любую погоду, вне зависимости от международной остановки, и так далее. Вот. И периодически у нас в клубе в клуб приходят молодые ребята, потом они женятся. И как только они женятся, они, как правило, из клуба пропадают. Вот. Встречаешь его в городе, спрашиваешь, ну чё ты там где-то пропал ты, чё ты не приходишь? У меня жена. Знаешь, в чём проблема? Ну вот, я же теперь женатый, я же должен проводить время с семьёй на выходные. Ребята, я не против проводить время с семьёй, но у мужчины должно быть личное время, извините. И не надо к мужчине относиться как к своей собственности. И как в том анекдоте, да, мужчина должен быть рядом, рядом, я сказал. К мужчине? Как правило, вот это самое, этот человек конкретно через два года такой семейной, в кавычках, жизни просто развёлся, оставил жену и ребёнка, там, с ребёнком встречается на выходные, да, жену видеть не будет. Я не знаю, как там у вас работает женская логика, но, согласно нашей мужской логике, это вполне закономерный результат. Сила противодействия равна силе воздействия. Чем больше вы хотите мужчину себе починить, тем больше он стремится на свободу. Я уже сказал, я не против проводить время с семьёй. Я, это самое, люблю, там, выехать с семьёй на природу куда-то, в паро, там, в зоопару с детьми, в другой город, там, в Ялту по набережной прогуляться. Но это не должно быть моей обязанностью на каждые выходные. То же самое, мой сосед. Каждый, я говорю, поехали на рыбалку восстать. Мне ж, жену надо куда-то вывезти. Это моя обязанность. Да ёлки-палки. Должно быть в жизни какое-то разнообразие. В конце концов, чем был плохой вариант, когда жена с дочкой идёт по магазинам в воскресенье, а мы с сыном с утра на рыбалку. Тоже вариант замечательный. Просто это не ограничивает мою свободу. Я делаю, и это самое, всем членам моей семьи хорошо. Не надо меня привязывать, тогда я никуда не буду отдать. Всё, спасибо. Берите удочки. Берите удочки, женщины. Да. Я не понимаю. Я понимаю, конечно, что фосфор – это хорошо. Это нужно семье. Я уж не знаю, в каких объёмах вы приносите эту пользу семье, но фосфор организму нужен, конечно, безусловно. Ну хорошо, но тогда чего ваш брат постоянно бесится? То же самое. Я пойду в свой клуб, я говорю, хорошо, пожалуйста, ты не против, что я пойду поиграю на бильярде? Бесится. Я не понимаю, в чём проблема? Почему женщина не может пойти в клуб городской поиграть на бильярде? Я пойду с тобой, ну хорошо, пошли вместе, всё равно бесятся. Вот я не понимаю, почему вы всё время беситесь? Чем бы мы не занимались, если мы не дома, то вас это беспокоит. Потому что все, кто вся к женщинам, как собственное тело. Не только к самой женщине, но и к её делам. Хорошо, к её делам, да? Потому что, конечно, вы понимаете, одно дело там больше не подготовила, виновата, а другое дело играет в своё удовольствие даже рядом с мужчинами, с которыми вы помогли тоже там иметь какие-то разговоры. Нет? Давай, Сенечка, у нас спидер есть. Давайте не будем этого. Нет, пожалуйста. Пусть, пусть, пусть. Почему дома на вас невозможно смотреть? Вы ходите, я писал в халатике, а как только вы идёте на бильярд, как будто бы человек. Вопрос. Ё-ка, всё. Вот, кому это всё предназначено? Кому предназначено? Ну, вы знаете, наверное, если я скажу себе, то если я скажу себе, тогда всё-таки я чуть-чуть покреплю душой, но всё-таки себе. Так сильно себя любить невозможно. Это не так сильно, как ты думаешь. Как сильно мы себя любим, он даже не показывает. Хорошо. В общем, обозначились проблемы, связанные с тем, что мужчины не очень понимают, что нужна женщина. А с другой стороны, мужчины просят, как бы сигнализируют женщине, дайте больше свободы, дайте. Не считайте своей собственностью. Кстати, и дружба так же происходит. То есть, дружишь с человеком, дружишь, дружишь, и вдруг он проявляет собственничество. То ты ж не обязан. И это сразу вызывает отражение, а в семье так тем более. Идём на расходах. Есть ли вопросы у уважаемой аудитории, к нашим спикерам? Прояснить, может ли? Есть вопрос к мужской половине. Насчёт того, что удовлетворение можно получать, конечно, многообразные, не только одной палки, это понятно. И всегда желание исполнять то, чего хочется, а не то, что нужно. Почему-то у женщин обязанностей больше. То есть, она не может покормить детей и куда-то там шастнуть в круг по интересам. Мужчина может на день куда-то отправиться. Опять же, за продуктами в магазин. Почему это женская обязанность? Тащит мне себе 10 килограмм, а мужчина в это время сидит на солнышке с удочкой. Не считаете ли вы, что обязанности всё-таки на первом месте должны быть? И не только у женщин. Пожалуйста. Я с вами полностью согласен насчёт того, что обязанности должны быть поровнули мужчинам и женщинам. Но чаще всего, извините, мужчина считает, что он только заработает в прошлом месте. Простите, можно я расскажу о том, что я знаю. Вы как раз задели эту тему, а почему, собственно, заработать, это не входит в круг, в вашем понимании, в круг мужских обязанностей. Мужчины обязаны заработать, с моей точки зрения. У женщин обязанность поддерживать семейный отчет. Моё дело мамонта принести домой, дело жены этого мамонта приготовить. Я считаю, что это равноправно. Добавлю. Что касается похода в магазин, я не считаю это женской обязанности. Например, с женой ездим в тот же Ашан, в тот же метро, загружаем багажник машины, машину продуктов привозим, я всё это поднимаю на пятый этаж, у меня жена за продуктами ходит за хлебом, за молоком. Иногда по дороге с работы, иногда ездит. Это, как бы, не в принципе. Ну, слава Богу. Да, есть? По очереди, да. Есть пример на мамонта. Если мы будем распоряжаться мамонтом, то у нас каждый день будет шашлыки, вы не узнаете, что это есть с улучшением. Вот почему женщина должна сама контролировать процесс покупки и... Мне кажется, тут очень важный вопрос. Разделение обязанностей с точки зрения того, что женщина обучается внутренне. Андрей, действительно, это очень страшно вопрос. Это почему она? Я хочу сказать, что мужчина может в любой момент, кроме рабочего времени, оторваться, когда ему захочется, и считает, что он имеет право. А женщина больше приятнее. Оно не имеет права расслабиться тогда, когда ей захочется. Вот ей хочется цветов шампанского, а она должна делать. Это не основания. Это не основания. В общем, принято считать, что всё, что Вы сказали. Не, в огромном количестве считает. Это собственность убеждения женщины самой. А я считаю, что так должно быть, но... Я считаю, что мужчины так должны считать. Вы знаете, я... Сказать? Одно время кругло работать на себя, да, самостоятельно, и вот распространенное мнение, что классно работать на себя, хочешь работаешь, не хочешь не работаешь, на практике так, не хочешь, но работаешь. И, вы знаете, я вот тоже хочу расслабиться гораздо чаще, чем себе позволять, потому что у меня есть обязанности обеспечить, но вообще нет. То есть вы себе позволяете выходить из семьи, когда вам хочется работать на себя, да? Я работал на себя, я понимаю, хочу, справочка небольшая, я в семье 20 лет и ни разу не уходил. Просто у вас, я прошел видео в YouTube, да? 18, 18, я прости, в эти руки. Хорошо, хорошо, есть еще вопросы? Да, я вот хочу в защиту женщин сказать, и этот вопрос придать, придать. О рыбалке, о рыбалке, тут есть много вариантов, допустим, пригласить жену на рыбалку, но я, например, уже давно на рыбалку не хожу, только по одной простой причине, как в том анекдоте. Рыба и водка в холодильнике, лука под одеяже. Ну, это не тот такой, это ж не обыкновенный. Хорошо, да. Оба моих гражданских брака, обе жены не успевали просто за тем, как я мою гостю. Они вставали из-за стола, посуда уже была ровная, всегда. Из-за этого развились? Видимо, да. И готовил я лучше обои. Ну, не всю, вторая готовила хорошо, но, что касается, ну, больше где-то так, примерно. Значит, допустим, пушу на капуста, какие-то запекалки. Вот ее детям нравились то, что больше то, что верят. Хорошо, давайте перейдем ко второй и важной части. Мы вот эти выступления сделали для того, чтобы системно понять, что не так в коллективно-бессознательном женщинах, в стереотипах поведениях, что разрушает браки, да, и что не так в коллективно-бессознательно-мужской части на себе. У меня вопрос на существу в женщине. А вы выявили мужа-то погулять? Да. Выявили. Но он вообще понял, что он гулял и видел. Ну, зачастую, вот вы, если вместе, значит, вы в союзе, да, браки нахуйтесь. Значит, по умолчанию вы любите друг друга. Но, к сожалению, внутренний мир, он может быть у вас на разные волны. Вы думаете об одной, он думает о своем. Итак, если вам что-то хочется от любимого человека, но вы этого не получаете, вы могли бы подсказать, что бы вам сейчас хотелось. Ненавязчиво. Ненавязчиво. В форме игры даже. Вот что бы мне сейчас хотелось с людьми? Мы идем вечером среди цветов. Ну, догадайтесь. Ну, это то же самое толстый. А можно потом же намекнуть. И так можно помочь самой себе получить то, что вы хотите. Муж же не против его ожидать. Но то, что он сейчас не на этой волне, он об этом не думает. Еще проще. Прямо. Спасибо большое. Я не могу посоветоваться с мужчинами. Полностью приниматься. А сказка мужу это очень. Даже не могу спичь. Очень. Еще проще советы. Прямо сказать, что вы хотите. И все. Не надо проще думать. Не надо говорить, что нам не нужно расписываться. Какие идеи. Я не хочу расписываться. Пойдем в ЗАГС и все. Очень полезно, чтобы вы думали о нас 24 часа в сутки. И таким образом вы будете предсказывать все наши женщины. А есть ли проблема в том, что женщины... Ну, во-первых, есть такое выражение расхожее. Называется, а как я узнаю? По звездам, что ли? Да, правильно. То есть, на прошлом занятии у нас возникла тема, связанная с языками любви. То есть, время... Помощь, приказновения, подарки и слова одобрения. Да. И отсутствие упреков, я бы так сказал. Ну, потому что слова не одобрения, это... Одобрение. Я понимаю, да. Так, может быть, проблема основная заключается в том, что все говорят на разных языках. Одни ждут, что кто-то должен догадаться, поскольку это, кажется, единственный язык общения. А второй задает вопрос, а как я узнаю? Посмотрите, кто-то расскажет, что вы хотите. Да, скажите, что вы хотите простым. А что вы это? Все, пошли, взяли. Еще дальше, взаимовавшись... Я поеду... Как вам безумно сказать, мужчине тоже может его обидеть? Он подумает, что он дурак. Ну, то есть, ему уже отключат текст, не говоришь. Сынные цветов, да? Если по-честному, по жизни, то никогда еще мужчина не думал, что он дурак, когда его прямо купит. Между. 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 Да, вы хотели... Я хотела, как бы, такое обобщающее по жизни, по словам, сделать, что пока люди просто встречаются до заключения брака, каждый из них очень старается. Очень старается и понравиться, и выглядеть, и сделать, и спросить, и преподнести, и так далее. Как только брак заключен, все, ты мой, я, твоя, и какая-то расслабленность, успокоенность. А как мои дети меня научили, наоборот, нужно еще больше стараться. Особенно ради детей, ради дальнейшей жизни. Еще больше не просто стараться, а еще больше идти навстречу друг другу. То есть там дальше по жизни секретов еще больше открывается. Но только те, кто стараются, прилагают усилия после заключения брака, гораздо больше, чем до брака. А это, между прочим, не закончится. Это как раз вот та ошибка, в которую выбирается большинство. Так что дело не в том, кто лучше запеканки готовит или кто букет больше хочет, а в том, чтобы договориться потом. И именно вот на такой мирной платформе, чего я все желаю. Ну, договориться, тут просто проблема обозначена. Ну, в общем, отношения... Хотелось бегать, да не получить. Претензии. То есть у нас не спорт позади. Знаете, я как-то слышала... Какое светое... Я как-то слышала высказывание. Интересное. Оно тихо. Совместная жизнь мужчины и женщины. Что есть и мужчина, и женщина. По жизни. Да, как относится? Как вроде бы два танцора. Друг друга чувствуют, друг друга понимают. Вот. Не передавая никаких слов. Тогда у них и у браки все нормально. Вот. Как два танцора. А если... А если эти два человека, как говорится, ищут свою волну. Кому на рыбалку, кому еще куда-то. То получается расстроенность. Как расстроенная пианино. Начинаешь играть, а музыки не получается. Вот. Значит, постоянно, как говорится, любовь – это большой труд. И, как вот девушка сказала, что чем... Ну вот мы встречаемся, стараемся понравиться, а потом расслабляемся. И действительно, как только расслабился, так и потерял. Хорошо. Ну, я думаю, пару спасибо, аплодисменты. У нас задача усложняется. На самом деле, пришли к выводу невзаимопонимания. То есть, вот. Да? Да. Мальчик. Девочка. Да? Мальчик. Да. Отсутствие взаимопонимания. Есть такая теория. Сейчас еще выступят люди. То есть, мы еще двух спикеров пригласим. Есть такая теория, что... Есть же чакра, да? Есть половая чакра. Она нижняя, да? Есть сердечная чакра. Есть, там, более высокая чакра. А есть еще и вот здесь. И вот, когда люди встречаются на основе секса, тяги. Это в молодом возрасте происходит. То их союз может длиться от шести месяцев до года. Да. И на самом деле, если больше ничего их не объединяет, то всегда происходит пресвещение. Шесть месяцев и один год. Всегда происходит пресвещение, и вот это не может быть основанием для долгосрочных отношений. Эта чакра отвечает за секс и за материальное, ну, за деньги. То есть, есть материальный интерес. Но для того, чтобы заниматься сексом, надо вложиться. То есть, на любое свидание там все равно есть бюджет. Все равно надо организовывать встречи, там, и так далее, и так далее. И это кладется счастливым мужчинам. Шесть месяцев. А если еще и свидание происходит на каком-нибудь Порше Хаене, так это вообще хорошо. Да? Дальше идет сердечная чакра. Это совместные дети. Появляется ведение хозяйства. Какие-то материальные вещи. Дети. Даже при разводе в Гражданском кодексе написано. Совместное ведение хозяйства. И даже если брак не заключено, а только гражданские, то все равно присуждаются алименты. Если дети совместно, совместно. Так вот это на сердечной чакре от одного года до двенадцати лет. Иногда до семи, но, как правило, оформление развода происходит после завершения двенадцатилетнего цикла. И только рай на земле или духовный брак. Это когда больше двенадцати лет, там до семнадцать до бесконечности, люди живут и по тридцать лет. Это когда есть еще что-то, когда человек даже себе не представляет, что он мог бы поискать что-то на стороне. Вот это называется рай на земле или духовный брак. Тогда вообще вопрос не стоит о том, чтобы даже если вдруг в приваткомнате появится офигенно умная стриптизерша, да еще и хорошая самая, то даже в мыслях не будет. Я недавно смотрел сериал, называется «Миллиардер». Это сериал, кстати, очень рекомендую всем. Там миллиардер, он в хедж-фонде, он там занимается спекуляциями. У него жена, то есть хороший, успешный мужчина, это когда рядом жена такая, очень умная. И он выехал с друзьями на своем самолете на концертной таллике куда-то. И там на разогреве была молодежная группа и девочка солистка. На него положила глаз. Она узнала кто он, что он. Она открытым текстом предложила. В хорошей ситуации ему только надо было поднять задницу и пойти. А он говорит «не-а». И был бы я один – да. А так на сбои у нас какого-то настоящего. Развернулся и ушел. В принципе, ну, в районе ЗВ. Вопрос. Давайте подкорректируем следующее выступление по боевой схеме речи. Первое, второе и третье. Относительно того, как достичь районной земли. Давайте сделаем так. Ну, на самом-то деле, у нас же всегда двухплечная. Достичь районной земли можно, если обратная сторона вменяемая. А если обратная сторона, извините, не вредет, не мелет, то возникают вопросы. Я готова, например, сделать то, 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 но я ожидаю то-то. Я даже готова рассказывать, если тупой и не въезжаешь. Даже на холодильнике писать. Но, в принципе, все остается то же самое, но я предлагаю сместить акценты, потому что мы в предыдущем заходе обсудили, что взаимопонимание, оно краткосрочное. То есть, в принципе, не вредит. Или там неполное. Да? Живи, не тянем? Или минуту подумаем? Подумаем. Цель как достигнуть уровня районной земли? Ну, вообще, это цель по умолчанию. В чем будет влиятельность ситуации? Я сейчас вижу движение. С тех конфликтов, если будут все в одном. Или это будут какие-то претензии? Претензии. Вот цель у всех одна, но для достижения этой цели мешает, ну, что-то во мне. Я готова к вас, ребята. На самом деле, недоработки там-там-там-там, у вас ошибочная картина мира. Поправьте свою картину мира. И, возможно, районной земле. Конфликт есть. Может, я прошу? Потому что я могу не движать. Девочки. Так сколько девочек вам сразу? Полиганты, да? Девочки. А, я видел? А, я так его... Девочки! Начинаем. Да, он в прошлый раз говорил, что необходимо полиганты, чтобы все было гармонично. Поэтому я выбрался. Не, это не все решили. Ну, я коротко сказала. Ну, начать можно. Полиганты. Полиганты. Ты ничего решишь, это только не фактическую проблему. Нет. Надо хотя бы дать возможность тем, кто может рвануть вперед, дать эту возможность. Тема вот такая. Да? Ну, и аналогично стереотипу девочек. Общий позитивный настрой к людям противоположного пола убираем. Давайте обострим. То есть, на самом деле, на автопилоте у всех всех этих счастья. Не все его формулируют в деталях. Как-то подсознательно у всех есть какой-то образ счастья. И вот от этого образа есть, ну, чтобы его достичь, я готов на то-то-то-то, но смотрю на... Что в головах уже противоположного пола, я понимаю, можно пахать годами. Все равно ничего нет. И, можно даже по пунктам сказать, девочки, вот пока вы не начнете делать вот это, вот это, вот это, и не откажетесь от такого взгляда на жизнь, раны на земле не будут. Ну, например. Девчонки, вы пребывали в глубоком... Ну что, раздумные. Да, можно ясно. Да-да-да, присаживайся. Так, ну, давайте, по традиции мы... Можно развернуть немножко, врачующихся. Нет, в основном-то работа на аудитории, они не лежат с собой. Полуоборота имеют в виду. Нормально. Любое ток-шоу, там, например, культурная револьба, национальная культура, все равно они сидят прямо на аудитории. Ну, все равно, надеюсь, что даем первое слово, поскольку что там? Значит, вот, в прошлый раз мы тут уже не называли эту тему, и я не сказала, такое сильное фото было в себя, что просто я на секунду впечатляю. И, значит, идет под дождем семь или шесть тестостеронов, извините, жребцов, так называемые беженцы. Ну, вы обратите внимание, да, что беженцы в основном молодые парни, мужчины, которые должны были защищать свою силу, а не нестись в нашу Европу и в наш революцию. И это важно у нас. Зачем неизвестно, то ли все это они хотят оккупировать, то ли, значит, юнистические свои и еловские и так далее. И среди них идет женщина. Дождь, значит, ну, хорошая такая работа. Идет босиком. Значит, у нее вот здесь один ребенок висит. Один на руках, один за рукой и третий на руках. Идут вокруг вот эти парни, хорошо одетые, кроссовка, все. И вот это фото вообще показывает как бы нашу всю на земном шаре жизнь. Женщина, вот в прошлый раз было у нас там, кто-то сказал, что она должна, должна. Это очень режет слух, что женщина должна. Она постоянно что-то должна. Она должна только своему ребенку и своим родителям. Все. Больше она никому ничего не должна. И наш, значит, советская женщина, вот я с высоты своих прожитых лет вспоминаю, советская женщина должна была все. Государство должна, мужа должна. Ну, в общем, кому она только не должна была. А о ней никто не заботился. Вот я вспоминаю свою жизнь, да? На производстве вперед. Ребенка, значит, за руку утром там в садик или в школу. У мужа, значит, там какие-то высокие материи. Понимаете? Вот видишь мир, совсем по-другому. Вот я сейчас режу мир, глазами мужчин. Понимаете? У меня это, как проблем, как золотистые, как у меня обумиренность и молодость. А вы все же так живете. У вас никаких нет проблем. Вот вы думаете там о своих таких проблемах, прессимволенных. Все. И еще раз хочу повторить. Я вот согласна с теми людьми, которые вот писали в социальных сетях, я вам говорила. Если любит, значит, бьет, значит, любит. Я еще раз. Вот я согласна с ними, что что-то здесь с мужчинами не доработало. То ли природа, то ли Бог. И вообще есть как по жизни. Поэтому, думаю, может какие-то высшие силы с вами не доработали. Понимаете? Вы какие-то, вот всю свою энергию, какая-то агрессия бесконечная. Вы вкладываете деньги в какие-то коллайдеры, в космос, в футбол и все такое. Доложите деньги в женщину, чтобы не было этих болезней страшных. Есть такие вирусы, которые по жизни не могут никто вообще убрать. Да? Уже денег нет. А почему вы вкладываете то, чего не надо этого делать? Вот. Войны бесконечные, вот эти вот какие-то претензии, какие-то эти. 60 лет летали в космос. И что изменилось? Ничего. Да наведите порядок на земле. Где патриархат? Нет его. Чуть-чуть лепет. Аплодисменты. Здравствуйте, советская женщина, самая умная женщина. Я предлагаю всем вопросам, которые возникли к женскому спикеру, представителю женской аудитории, записать, запомнить. По регламенту у нас сейчас выступает мужчина со своим взглядом на жизнь, который называет стереотипы женщин, в общем-то мешает. Ну, ранее на земле. Да, ранее на земле. Ранее на земле. Да, ранее на земле. Ранее на земле, да. Предыдущий спикер об этом не говорил. То есть он говорил о том, что ранее нет. Правильно? Нет. Ранее нет. Ранее нет. Ну, во-первых, да, можно ответить немножко на предыдущие выступления. То есть почему ранее? Вы могли бы сами помочь нам. То есть в том числе женская вина в том, что вы очень быстро согласились со всеми тем, что прикинули. Вы называете цивилизацию, космос, все остальное, все 5-е, 10-е, 3-е. Вы дали на это согласие. Вы дали согласие. До XIX века общество было разделено мужчиной, женщиной. Оно было традиционно. Но женщины с удовольствием приняли революцию в равноправии. Ну, теперь несите. Что подразумеваете? Революция. А вы приняли? Нет, нам навязали. Навязали? Да. Если бы вы... Послушайте. Когда европейцы приплыли в Америку и решили навязать там свой... Нет, послушайте. И решили нам навязать там свой работодельческий строй, чтобы жить в Европу, индейцы не согласились. Они умерли. Они все умерли. И пришлось завозить туда негров. То же самое и тут в семье. Если она тянет, если он алкоголик, она тянет. А ведь он жалеет. А приходят потом родственники бить его. А она спасает его. И говорит, не трогайте ж, не трогайте. Потому что это так. Вот я люблю его. Поэтому проблема с женской стороны в том, что они не противопоставили себя вот этому движению цивилизационному. Они быстро согласились. А сейчас посмотрите, какая эмансипация. Какое вообще сильнейшее движение в эту сторону. Это ж на самом деле движение в пропасть. В женщине заложено материнский институт. Ей нужно детей кормить. Понимаете? Поэтому она принимает существенные игры. Как же? Мужские. Ну и будет темно. Мужчина будет скидывать, а она будет темно. Вы знаете, мы не рады в том, что мы все тянем. Да? Да. Вы ходите и на работу, и дома моете посуду. Вы уже надеялись в этой ситуации. Вы уже не правы. Ну что, не сильно так кормить? А мужчина все это традиционно. Вы не рады тех мужчин, которые не могут кормить. Только они через одного. Ага. Вот так вот. Я вот выбирала. Проблемы района земли я вижу в следующем. Мы лишены сословности. Мы лишены всего того, что сопровождало человечество на протяжении тысяч лет. Упорядоченность. То есть нету порядка. Абсолютно из этого порядка исключен пункт духовности. То есть современная церковь, религия, неизвестно чем занимается, но духовность масса она не несет. Она занимается сейчас политикой. Вот мы видим тоже по телевизору. Они уже вступают в переговоры, они уже договариваются, они уже там что-то решают. Ну это все продолжение политики. Ведь не занимаются воспитанием людей. Да, не занимаются воспитанием общественных. Не, ну они же сделали замене об отмене гоносенсационными. Как? Ну кое-что есть. Но это все, скажем, остаточный пункт. Да. Потому что нету главного. Ведь на самом деле почему люди живут? Вообще почему деление есть мужчин и женщин? Тут мы ни разу так не задумывались. Это даже не обсуждается в обществе, потому что могут быть выводы. Почему не может быть какой-то гермафродит? Удобно. На самом деле, если идти вот по тому сценарию развития цивилизации, упрощение, улучшение, механизация и так дальше, то гермафродит идеальный. Все. Разложение в пробирках. Сейчас к этому все идут. Почкование. Почкование. Почкование и так далее. Значит, цивилизация подсказывает, как дальше все пойдет. А природу мы не обсуждаем. А почему мы делимся на мужчин и женщин? Значит, что-то должно в этом перезаложено. Я думаю, в этом заложена возможность духовного роста. То есть, когда мужчина с женщиной соединяется, это лишняя возможность с точки зрения индивидуума, что там, что там, служить другим. Я бы поделил людей на людей, стремящихся служить другим и служить себе. Вот та цивилизация служит себе, что мы имеем индивидуализм, капитализм, иудаизм и все прочие измы, которые идут к нам с запада. Эта цивилизация настроена на служение себе. Мы должны противопоставить цивилизации. И, в принципе, вся наша российская, чем русская древняя отличалась? Общинный строй, славянофилы. Сейчас вот славянофилы считается это как бы упрёв. То есть, вы там ограничены в своем. Но все-таки, если копнуть, за что спорить в 19-м веке? Общинный строй, что это? Это возможность личности подняться над личным. Стать общественным человеком. И вот семья, соединение мужчин и женщин, это лишняя возможность. И для того, и для другого посвятить себя служению другим. Это не значит, что он будет бежать там, цветы и все прочее. То есть, вот как она захотела. Иногда она требует наказания, например. Ну, так же и он. То есть, служение другим не предусматривает потакание. И тут уже... Ну, тут главное заявить, понимаете? Тут главное заявить. И дальше уже пойдет, что подразбирает под собой духовный рост. Хотя бы мы начнем это обсуждать. Когда мы начнем это обсуждать, оценивать, смотреть, тогда отношения будут оцениваться по другому. Вот такое мнение. Спасибо. А, нет, сидите-сидите-сидите. Еще будут вопросы, и давайте выскажите. У меня есть только одно замечание, которое мне показалось. Может, я не прав. Разговор получился, мы обсуждаем, теплое и зеленое. То есть, представитель женской части рассказал о конкретных вещах, которые не нравятся, не соответствуют в ожидании. А представитель мужской части сразу ушел в космические дали и начал рассказывать системно-цивилизационные вещи. Но не коснулся не чуть-чуть, а конкретно, что делать для того, чтобы гармонизировать отношения между мужчиной и женщиной. Получилось, разговор на разных уровнях, он даже не пересекается. То есть, надо бы их как-то пересечь. Что делать, хотя бы задуматься. Да, задуматься. И даже вплоть до того, что методически, что делать с мальчиками и с девочками, это все время воспроизводящиеся отношения. То есть, несчастливая мама рожает несчастливую в преемственности поколений дочку, и часто судьба повторяется. То есть, разведенка обязательно раздит разведенку. И точно так же папа. То есть, папа, который э-э-э, та-та-та-та, он такого же сына раздит. Если вовремя не уйдет. Вовремя уйдет, а сын-то останется и повторит. Ну, он не на генном уровне, он повторяет, в общем-то, просто поведение папин. Потом ушел и поведение к этому уйдет. Ну да. Вопросы? Давайте. Есть вопрос Каратову. Да. А вот скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в плане материального? Финансово. Вот меня интересует. Вот вы сколько времени тратите на работу? Вот, мне кажется, что у вас очень много нерастраченной энергии. И она в результате раскладывается в некоторую ненависть к женскому полу. Вам просто девать эту энергию некуда. Вот вам в акарентах вы будете, конечно, справиться с этим. Вы действительно ненависть к женскому полу. Я абсолютно четко это вижу вот в ваших замечательных словах. Цветы, конечно, не обязательны. Иногда нужны наказания и так далее и тому подобное. Это конечно. Он сразу говорит о том, что у вас куча нерастраченной мужской энергии. Так вы уж, пожалуйста, себе, я не знаю, или грим заведите, или начните заниматься серьезным делом. Никакими вот там ерундой заниматься. А вам, может быть, надо выше идти и дальше бизнес развивать серьезно, чтобы эта энергия выходила по моему. Я, например, вижу четко вот одну проблему. У вас нерастраченная мужская энергия. У вас нерастраченная мужская энергия. Спасибо. Мы это видели и очень так проживает новый человек. Да. Реплика женской стороны. Вы говорите, не доделано кем-то полу, это не доделано, это полно облако. Понимаете? Вот кто-то конкретно взял и полубые процессы. Ну, кто конкретно? Надежда. А-а-а. Те, кто про другую, это просто отдельная передача. Те, кто про другую. Почему это так происходит? Надо поднять. Все это происходит. Что-то неправильно. Вообще, что... Что-то неправильно. Это же не что-то, а все. Что человека оформляет как вот определенный стиль жизни, стиль поведения? Стериологического общества. Или миропонимание, правда? Есть какое-то определенное миропонимание. Когда женщина рождается, она уже рождается в феминистическом мире, в котором ей нужно укладывать шпалы, и она уже должна, 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 должна. Но это не значит, что это мужская половина, все вот мы, которые мы живем, вот на низшем уровне, так сказать, управления, это мы придумали, а не мы придумали. Мы живем в мужском мире. Это все подчинено интересам мужчин. А я бы сказал, что мы его старые мужчины. А я бы сказал, что мы живем, знаете, не в мужском и не в женском. А в мире определенный стереотип, который нам навязывает. И нет разницы между мужчиной или женщиной. Может быть, это мужской или женский ум сформулировал такое именно понимание. Решите о фотографии и о раеи на земле. Вот вы рассказали о фотографии, она так вас, в общем-то, поразила. Насколько, ну то есть такая вот прям несправедливость, вот побьющие. Тут такой мужики. Идет женщина, босиком я уж не знаю, она по-своему, там в Урильштейне, может быть, просто ничего не надо. Вспомнилась мне такая история двадцать сколько лет назад. В 88-м году я в Грузию приехал служить молодым лейтенантом. Познакомился с будущей женой. Вот она там родилась в Синевой войне. То есть она Грузию знала к тому моменту лучше, чем я ее никогда тебе. И был у нас такой друг, он постарше у нас. И все время у него был маленький такой автомобильчик, на котором он был задействован. И вот телевизор. Жил он неподалеку от нас. У него было два сына, жена. И вот он на этом автомобильчике выезжал из дома там в 7 утра. Где-то его часто носили. К 11 вечера он приезжал домой, приносил деньги. Жена ему была просто счастлива. Он нам рассказал, как устроена его грузинская традиционная жизнь. То есть он уезжает из дома. Жена не в курсе, где он и что. Это не значит, что он по бабам где-то с качеством. Он занимается своими делами. Где-то в пивнушке стоит с мужиками разговаривает. Где-то действительно чинит телевизор. Где-то ездит с нами на шашлыки. И он рассказывал, как он себя видит со своей мужской точки зрения. Я пришел домой. Деньги положил. Зашел к спальню, где дети стоят. Подошел. Ухо там темного. Сопят. Замечательно. И я счастлив. Я пошел к жене. Жены там не сидят за одним столом. Но назвать их несчастливыми или более несчастливыми, чем наши российские жены, я бы не стал счастливым. То есть, смысл-то в том, что то, в чем вы видите какую-то убьющую несправедливость, а для них она вполне возможна. Ну, абсолютно нормальное явление. И они на это даже не обижаются. Я хочу сказать, что в средние века в Европе эти красивые молодые женщины сживали на костра. Потому что они считались ведьмами. Вот. А наши мужчины, славянские, сберемелись своих женщин. Почему много красивых женщин? В России, в Украине вообще славянских женщин. Почему? Потому что они не сживались на костра. Вот. Поэтому западный мир сейчас. Вот. А что это показатель? Это все неправильный западный мир. У меня просто некоторые замечания есть к выступающим. Значит, он старался развить тему, что когда встречаются двое, то у них рождается такой момент, что они живут для других. А почему они не стараются жить друг для друга? Почему в этом служить? Для других это и для пары тоже. Понимаете? Вот все равно. Вот любовь это служение друг другу. Совершенно. Значит, желание, понимание и желание понимать. Понимаете? Вот если этого желания нет понимать, то и рай никогда не будет. Совершенно. Вот. А я бы хотела увидеть ваше выступление, что вообще вы понимаете под словом рай. Рай для себя, для жены. Для кого вы рай? Вот два человека собралось, вы и жена. Так вы понимаете вообще рай? Рай для понимания, не противоречия. Любовь друг другу. Рай для понимания, не противоречия. Любовь друг другу. Я бы подал сомнению со мной эту фотографию. Поскольку то, что вообще выкладывается в соцсетях. Типа как новость. И нельзя к этому относиться с полным доверием. И вот даже просто взять, что можно представить, что это актеры на самом деле. И другой аспект. Почему она идет босиком? У с ней мужчины, а это беженцы. Ну, значит не так и надо, если с ней такие мужчины. Нет. Там все прочее. Там на самом деле грузятся пароходы из Турции в Грецию, пересылаются иммигранты. Они формируются вот следующим образом. Тройками боевики, реально подготовленные, призывного возраста. Оружие едет отдельно. Они под видом мужей, там, братьев, сестер, семей. Их разбавляют в соотношении один в десяти женщинами с детьми. Они все друг другу чужие. Это сборняк. Это сборный контингент, который переправляется в Европу. Когда 1 января в Кёльне случилось вот это лакханалия, то это было войсковое учение вот этих переброшенных боевиков, которые стрижены, ходят тройками, и которые просто сделали вывозку слаженности по команде в разных городах Европы. Там совсем другая история. Эта женщина к этим мужикам, скорее всего, не имеет никакого отношения. Она идет и тащит свое, а они идут в свое боевое тело, которое они несут в Европу для военных. Ну и насчет контента в соцсетях, это все полностью управляемо, и можно предположить, что контент был взамен. Но я в поддержку скажу следующее. Едем по маршруткам в городе Симферополь. Вот заходим. Маршрутка там в 9 утра, она забита. И если посмотреть, уже не сидят, женщины стоят. Далеко ходить не надо. При этом женщины и после работы тоже самое, заходят и стоят. Никто выступать, у нас вот эта культура, которая была в Симферопольское время, куда-то делать. День. Можно я опробировать? Я хочу сказать про то, какой идет контент. Можно оценить, какое настроение будет вообще в общем. Понятно. Но мы не о контенте. Мы о том, что там основания-то есть. Я не часто держу на шутках, но такого воспитания, что всегда поступаю в место. Даже когда по каким-то... Ты так очень сильно слушаешься. Послушайте так. И я никогда не за последнее время один из ста раз, я слышу, спасибо, из ста раз 98 говорят, нет, не надо, я постою, при том это грубо говорится. Когда помогаешь сумку занести в автобус, тебе еще хамят и откликаются. Милый барыш, вы имеете то, что вы заслуживаете. И не надо ничего здесь рассказывать. Вот я вам точно говорю. Кто из вас чувствует, что он счастливый, он это заслужил. А вы своим поведением и мудростью, то, что вам не передали, духовностью, родителям и так далее, вы это и получаете. У меня, допустим, все всегда нормально было с женщинами. И мне вообще никаких нет ни претензий. И то, что будут рассказывать и платьать, и то, что вот шпалом вкладываем, детей, инстинкт, это какую-то ересь и чушь. На самом деле. Вот давайте займемся самообразованием. Женщина, наверное, будет женщиной, а мужчина должен быть мужчиной. И не надо тут ничего смешивать. Вот, честно, столько эмоций и несутражительных. Вот вы сейчас тут говорите все. Ну, кто говорил, да? Или мимикой выражал. Абсолютно, ну, у меня непонимание и неинтерес к тому, чему вы говорите. Вот просто. И поэтому вы так и будете жить. И ваши дети так будут жить. Пока вы просто элементарно не научитесь элементарной мудрости. И не будете женщиной, не будете себя любить и уважать. И не надо, извините, извините, но у меня, кроме жестких слов, отрицательных эмоций вообще ничего не выживать. Простите, я вообще очень редко стою с женщиной, но сейчас я хочу вам это сказать, потому что мы здесь корректили. Я даже понимаю, что 90% сейчас я получил недруг от вас. От вас я сейчас получил 90% недруг. В лучшем случае 80. Ну, это мой вам добрый посыл. Он такой и позитивный. Он вот такой. Я готов оперировать на любые вопросы. Давайте вот посуществовать. Что вы лично сделаете? Ну, я вообще просто вот это вот. Саша, ну, конкретный вопрос. Какими нужно быть женщинами? А вы там же девочки. Девочки, давайте мы уберем брюки с вас. Давайте мы уберем в массе. Джинсы покороче. Давайте мы уберем в женщину. Вот вы это сделаете, и вы уже будете по-другому выглядеть. Вы шмой шматриваете. Вы будете молоденьким девочкам, которые будут идти на улице. А у вас нету дочерей, это понятно. Будете давать пример. Это тоже факт. Любая женщина может зайти в автобус и правильным взглядом ей все мужчины уступят место. Все. Когда у нее будет полно женской энергии, когда она будет себя чувствовать женщине, она уверена в себе. Вот так, как я сейчас уверенно говорю, да? Даже вы со мной не согласны. Я от вас, я четко наживаю и нет другого, потому что женщина неправильно так разговаривает. Я это просто никогда не позволяю. Но будьте вы сначала женщиной, и у вас все получится. Так же, как мужчина тоже получится. Все у него должно получиться, и все. У нее может быть ошибки, сложности и так далее, но у нее все нормально получится. По умолчанию мужчина сам по себе единица, да, если с точки зрения математики. Женщина по себе 0. Когда она лезет впереди, получается 0-1. Она еще гасит энергию мужчины в 10 раз. А если она за мужчин, за мужем. Не видишь палы таскать и сумки ваши? То, что вы таскаете сумки в магазине, это ваши проблемы. Это ваша немудрость, ваша нежерственность, что хотите. То есть, я вообще не знаю, какого хрена вы таскаете сумки? Какого хрена вы таскаете на пятый этаж детей, там, трое или четверо? Зачем вы это делаете? Попросите мужчину. Попросите соседа. Живленное мероприятие. У нас есть. Начните с себя. Спросите женщину. А потом вы обижаетесь. Вы лезете в семье к своим детям, не важно это, девочка или мальчик, да. Вы хотите там командовать. А это отдельная семья, это не семья, это один организм. А мамы, не важно со мной из другой страны, это вообще никто. Это ближайшие родственники, это мамы, это самое близкое, что может быть. А лучше еще чуть дальше. Должны жить отдельно. Вы лезете в семьи, вы жаловите, что с вами внуки не проводят времени. Это факт, факт. Мы все с этим столкнулись. Я могу ваши все проблемы перечислить. Вот абсолютно, хотя у меня нет внуков, да, и детей. Я ваши проблемы, я реально вижу. Потому что одно из другого выходит. Вот с того, что вы как поступили в институт, как с вами общались дома, как с вами общалась ваша мать, ваш отец и как вы относитесь к своим детям. И вы отсюда появляя, получается, что вы не воспитываете внуков, вы не передаете им духовно, за то же следующее состояние. Потому что вы сейчас ведете себя и вели всю жизнь не как женщина. И вы жаловите, что тут кто-то чему-то. Из чего вы взяли, что мы ее воспитывали? Ну не сложно, не сложно. Мазарично, и вы садитесь. Мы лучше и самок не зависит. Мы с вами вообще нельзя говорить. Мы с вами общение. Проблема в том, что вы один такой, а большинство совершенно не такой. Девушка всегда стимулирует мужчина к поступкам, к достижению, к заработку, к подвигам и так далее. Когда вы научитесь это делать, вы любому мужчину, алкоголик или мужчина, три вещи. Он либо бухает, либо много работает, либо изменяет. Вот теперь это нормально. Это нормально. Вот в любом случае мы третьих создачных. Либо много его тренировок, но правильно управление мужчиной, мотивация, вы не любите слова. Вы говорите со зрения ухомного мужчины, к сожалению, не все. Нет, я хочу обратиться к другим женщинам. И все. Любой мужчина, любой мужчина заработает на ферраре, в хорошем смысле слова, я не обязательно, я не о достатке сейчас говорю, да, прокормить семью, воспитая детей, обеспечить свою женщину не только цветами, а всем, чем ей нужно, в том числе и с помощью нее. Но если она будет мудрой, и за любым успешным и благородным мужчиной стоит благородная, умная, мудрая женщина. И у вашей, вашей всей жизни, вы сейчас наезжаете на мужчин, да, а потом жалуетесь, что вы ищете с снуками с проблемой, эта проблема прежде всего у вас. У мужчин уже есть проблема, я никак с этого не съезжаю сейчас, да. Я просто вы даже не могу с тобой. Абсолютно вы правильно говорите. Даже более того, у мужчин по-хорошему говорят, а проблем нет. начинает надо женщин, но это проблема системная. И как начинать? Оденьте платье, оденьте платье, заградите волосы. Вы братьте женскую энергию, оденьте плодочек. Я не говорю про баражуре хиджаба. Вы выходите с растущими волосами. Энергия должна у меня есть. Все мужчины в группе платья. Есть основы, есть основы, основы. Кто такая женщина и кто такой мужчина? Вы, вы все говорите, вот, вот, ездите в Юра был, да? Он ездит за рулем, он возит семью, он меняет колеса на машину, а заряжает аккумулятор. Этого в работу не вмешивать. То, что мужчина придумал газопроводу, и не надо ему видеть даже дрова, а водопровод, воду достать, но это его заслуга на самом деле. Ну и с помощью женщины опять-таки. Ну так в чем сложности, не могу понять. То есть, будьте вот женщиной и все. Круто похоже, круто. Я не могу в том смысле, что я ее прям поддерживаю. Я могу просто на самом деле системно на несколько недель лекций провести в этом теле. Да? Но опять-таки, есть ли оно у вас желание эти лекции слушать? Сах, большая просьба. Вот это состояние, в котором ты сейчас находишься, просто блестящая рота. Вот как, с чувством, с толком, с расстановкой? Вот тут. Вообще! Во! Во! Бомба, бомба. Но лестница там крутая. Ты откройте. Нет, у меня есть конкретность. Подождите, молодой человек. Я хочу конкретно на конкретные вопросы и ответы не доставить. А, ответ? Да, началось. Может быть на видео тоже? А что вы сейчас уже делаете? Нет. Нет, никто ничего не выключал. Нет, я хотела другое сказать. Во-первых, я хотела спросить. У вас семья есть, да, Саша? Нет. И я хочу сказать, что я осталась без мужа довольно-таки рано. Старше ему было десять. У него очень было восемь с половиной. И разница будет не хорошая. И, наверное, из-за того, что мне пришлось по жизни быть и бабкой мужиком, и воспитывать двух мужиков, которые в принципе состоялись как мужчины. Слово мне. Может быть, в этом, как говорится, залог моего неуспеха как женщины. Я признаю полностью свою вину, о чем я в самом начале сказала. Претензий к мужчине у меня нет. Все претензии во мне, я это знаю. И это частный случай. По какой причине вы как-то там остались, да? Мы сейчас говорим о глупаре. Всегда есть, есть еще этот момент, когда в мужском теле, да, женщина. Ну, по поведению. Я не говорю о мужелобстве сейчас. Я говорю о поведении, о неумении, знаете, ответственности. А есть женщина, наверное, вот, которая в женском теле, да, с хорошей грудью, там, ногами, но она более, ну, мужественна, да. Она более решения может принимать на себя и так далее. То есть мы сейчас говорим о такой сухой серии астандарта, да, о традиционных вещах. Понятно, что есть какие-то исключения и так далее. Или там, ну, вот у меня тоже случай есть, там, женщина тоже воспитала троих дочерей, а муж у нее военный летчик, да, где-то там в Африке его сбили и так далее. То есть, ну, но тем не менее у него осталось трое детей, она воспитала их, потом нашла другого мужчину, ну, удачно вызвала их замуж и так далее. В принципе, они, по сути, свои такие девочки женственные. Ну, это, ну, в частности есть какие-то. А мы говорим о системном подходе, который надо ничего придумывать. У нас пичкают химия, физика, математика и прочее есть. Я вообще это еще не понимаю. Я сам тех, знаете, показать, учит, всего выучил, и вообще это бесполезная пигня. Что в школе нас учат, что это? Нас научат всего лишь несколькими вещами друг друга любить, а это складывается и в том числе понимание, кто такая женщина и кто такой мужчина. То есть это элементарные вещи, и они на уровне даже не пальцев, а еще проще объясняются. То есть давай на случай правильно зарабатывать деньги. Правильно. Ну, не там, где-то там связь, обхитрить, заплатить налоги и так далее. Простые вещи, которые, на мой взгляд, могли бы и раньше давались, приехавшись, да? Ну, почему, кстати, вот за защиту рода выступаю, коллега говорил. Потому что, когда воины уходили и умирали, а женщины оставались детьми, то их братья, ваши, должны были брать на воспитание и на обеспечение эту женщину. Ну, потому что ихний отец и ихний брат ушел на войну, защищал землю, там, в достойности и так далее. Мудрые женщины, то что здесь, которые оставались детьми по каким-то неважным причинам, да? Они что делают мальчикам? Они отдают в сердце спорта. Почему? Потому что там много мужской энергии, там, тренера, там, дзюдо, карате, бокс, они, там, по морде получают. 90% времени не женщины проводят. Дмитрий неоднократно говорил, что у нас в школах женщины, дома женщины, ну, и, конечно, уже даже стоят вот этих уже женщин, поэтому он на рыбалку уже. Ну, это, кстати, так, шутка. Ну, понимаете, не сделано женщины. Почему это вообще-то? Ну, только... Поэтому... У вас теоретические выгруппы, не подкрепленные никакими какими-то теоретическими... Может, не на струк, где мы живем, почему? У вас нет в семье, нет мужчины. По дороге у него не было, он еще не пошел. Никакой стадии. А как делать, что-то делать? Вы вообще предлагаете? Мы сейчас не делаем. Мы обсуждаем. Мы обсуждаем. Да-да, пожалуйста. Я хочу сказать, что Александр, вот... Созвучно ему... Мне его мысли в чем? В том, что он предлагает, в общем-то, обратить взор женщин к возвращению в традиционному обществу, от которого мы, в общем-то, и ушли, и в результате чего вы и страдаете. Шпалой, деятельной руках и все такое. Если бы вы жили в традиции наших, в том числе в русской традиции, ну, есть еще даже такое понятие, как домострой, то все эти проблемы вам были бы неведомы. Вы бы оставались женщинами, а мужчины бы оставались и продолжали бы быть мужчинами. В том числе... Вот есть такая история, небольшая, расскажу. К священнику, значит, подбегает женщина и спрашивает, вот что делать? Муж приходит с работы на диван, пиво, и ничего не делает, подумает. А я все делаю самательно. Ну, священник ей говорит, вы неправильно живете, вы должны жить по домострою. А как это? Ну, то есть, вы должны мужчине сказать, вот мы живем неправильно, давайте с тобой жить по-нормальному. Ты будешь главой семьи, я тебе буду во всем слушаться. Женщина, хорошо. Значит, что у них получилось? Она пришла домой, сказала, мы с тобой, муж дорогой, живем неправильно, давай жить по домострою. С этого момента за все будешь отвечать ты, и ты будешь мне приказывать, что мне делать. И, соответственно, мы будем так и жить, как ты меня благословишь, так я буду ее и делать. Заметно, да? Меняются роли сразу, да? Женщина становится как бы помощницей мужчины. Итак, первое задание. Вот, дай мне денег, я схожу в магазин. Он ей дал денег, а она сходила в магазин, приготовила пищу, сели за стол, и муж видит, ну что, говорит, так продуктов мало, вообще такой стол скудный. А она говорит, ну сколько денег ты мне дал, столько я купила продуктов. Он взвозький, значит, собрался, пробежал в магазин сам, накупил продуктов, прибегает и говорит, ничего себе ценных в магазинах такие. К вечеру он нашел вторую работу. Через неделю он нашел третью работу. Крутится как юла. Прибегает в церковь, к священнику и говорит, это вы научили мою жену жить по домострою. Скажите ей что-нибудь, чтобы она тоже начала хоть что-нибудь думать и что-нибудь делать. Потому что на меня повесили сейчас всех собак, я нашел уже третью работу, кручусь в жизни, все обеспечиваю, ничего ни на что не хватает, а она все только ждет моих приказаний. И у нас домы полные, как говорится, раздаются, потому что я не успеваю найти ничего. Понимаете? Женщина приобрела функции женщины. Мужчина. Да, мы вернулись к нам. Мужчина, курса. Мужчина приходила, как в управленческой детстве. А мужчина его не закроет? Мужчина. Мужской уровень. Можно? И на доме? И на доме. 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 Вы сомневаетесь почему-то в том, что мужчина может быть полноценным нормальным мужчиной? Единицы, да. Дайте ему это возможно. Подействуйте. Они забирают мужчину. И второе. Я второе скажу. У меня ведь пролетит все. Сейчас, сейчас. Уважая детей, вы оправдали материнским инстинктом ту ошибку, когда вы детей возвели выше, чем муж. Это да. И вы начали служить уже не мужу, но детям. Какие последствия это? Последствия это последующие. Муж перестает чувствовать себя, во-первых, главой семьи, во-вторых, добытчиком, третьим человеком, от которого хоть что-то зависит в этой семье, где он главой должен быть, а стал на третьих ролях, потому что дети стали важнее. Следующая ошибка. Женщина сразу восходит в ранг главы семьи, потому что она управляет детьми, по сути. И она попрекает мужа, говоря о том, что теперь дети наше самое главное, и ради них мы живем. Но семья в традиционном смысле не должна жить ради детей. Семья живет ради любви мужа к жене и жене к мужу. Оплоды этой любви дети. И так детей нельзя ставить выше мужа. Это ошибка современных женщин, семей вообще. И если мужчина этого тоже не понимает, к сожалению, такие семьи просто в пух и прах разбавятся. Мои родители так поражили. А продолжение... Мужчина, женщина, она девять месяцев вынашивает плод, и она невольно, ну как бы, но она формируется любовь к ребенку. А мужчина потом маленький, он лезет и хочет его заперединать. А что женщина говорит, а еще ее мама не трогает, хоть а русский грязный. Один-два раза так мужчине сказать, и он никогда уже не пропустит. И выживание. Да, конечно. Ну конечно. У меня есть, что вам ответить. Прямо, как и венгристики. Я смотрю, все в связи. Все очень просто. Когда вы перенимаете поведение... Сейчас теория голая. Хотя у меня было два брака, да, и у меня жена вторая. Включала мужика. Вот когда вы перенимаете поведение, манеру одежды и все остальное у мужчины, вы принимаете и поставь мужчиной. Вы предлагаете нам стать гомосиком с близкими? Как мы можем жить с вами в семье, воспринимать вас как женщину, когда вы увидите себя как гомосиком? А может быть, женщина? Активный, который еще наезжает. И что он побежал? Поймите, штука в чем? Если вы ходите... Я в мужчину. Штука в том, что если вы ходите, штука в мужчину, побежал и стал что-то делать. Ну, не дают, и это не дают. Нет. Нужно не вам, вам не активней стать, а наоборот, еще более женственно, еще более слабой. Чтобы мужчина... Потому что... Вот. А у вас это не может быть, вы не можете шаг назад сделать, отступить. Вы сразу вперед отступать не шагите, если там уже консультик. Если вы заходите, то женщина отступила, пожалуйста, вперед, ловите. Ребята, вы меня... Такая интересная позиция, женщина вам должна быть. Ничего... Ничего, нет, нет. Женщина может быть настоящей женщиной, деловиятой с настоящей женщиной. Не должны. Ничего, нет. Вы как-то, нет, нет. Женщина будет, рядом с настоящей синейным, умной. Да, но это… Правильно, но вы не должны... Нет, не, не, не должны, а то, что, просто, изначально, Если вы не за каждого мужчину воспринимаете слабым, то вы его не сможете воспринимать в сильном ботипце. Если вы убеждены, хотя вы можете заблуждаться, что вы не знали, то вы же считаете, что вы думаете. Если вы не думаете, что вы слабый, все, прям, с письма, каланду, каланду, каланду. Посмотрите, как реально и так у них суки, да, через эти дни. Как образом вы сможете обтворить? Рядом с мужиком, я живу с мужиком, да я уйду, зачем мне семьи мужики жут, физик стулья? Традиционный мужик? В штанах, они как-то командуют, вот так вот садиться, начинают разговаривать. Серега, я тебе расскажу, как бизнес вести, я работала в Киеве, денег она взяла, она садись туда, вот так. Это еще в четвертый момент, конец анекдот, три месяца я прожил с женщиной по имени Галя, и только через три месяца понял, что это мужчина, стали пропадать сигареты, и сказал, что зовут ее Полик. А вы хотите такой мероприятий по женщине? Нет, я не хочу такой, поэтому я с ней не живу. Получается, что модератор отношений в семье, оказывается, женщина, если она даст роль, мужчина, роль господина, хорошо, то она сама станет безусловно. Это не претензия. Это отличная сильнее характера, потому что она модератор. Ей нужно всего лишь выбрать правильную роль в семье. Вот тут очень важный момент. Мужчине не нужно выбирать правильную роль в семье, потому что это мужчина, и женщина ведет себя как мужик, и получает в голову как мужик, понимаете? Вы понимаете, что спасна из мужчины, это значит мужчина. И когда женщина получает за это, и говорит, как ты ударил женщину? Это уже следствие. Вы мужчина. Вы же следствие. Вы же следствие. Вы же следствие. Вы же следствие. Причина в другом, это уже следствие. В чем причина? Причина в том, что нужно вот здесь вот быть женщиной. Я предлагаю сейчас поаплодировать нашим спикерам. И давайте, все, кто хочет поднять руки, подведем итоги. Давайте вот возьмем и систематизируем в единый текст все, что здесь было наговорно. В чем, собственно говоря, проблема рана. И мужчины, и женщины расскажут выход из этой ситуации. Вот побудительный мотив. Да, вот в результате нашего обсуждения мы не столкнулись с тем, с тем, с тем, с тем. Реально есть проблемы. А выход в чем? В чем выход? Что надо сделать? Воспитание детей, воспитание взрослых. Взрослым тоже надо бабки лечить. Они, похоже, есть. Вот методические рекомендации для существующих и будущих поколений. В чем выход-то? На самом деле это замкнутый круг. Одни говорят, дайте нам, у нас у вас нету. А другие говорят, да вы нам ничего не даете. И получается, система разбалансировки. У меня есть ответственность. А вот сюда. Ну как выйти из этой ситуации? Мне кажется, достаточно просто. Надо просто научиться уважать друг друга до конца своей книги. Это и есть оба служба. Уважать друг друга и уметь уступать на взаимовыгодных условиях. Вот. Что касаемо, вот хотел задать вопрос к розовой кофточке. Да, да. И Филиппа Киркорова. Вот. Значит. Ну так, уже проще. Я не такой агрессор, как Александр. Я очень аккуратный. Достаточно. Достаточно. Да. Так вот, возвращаясь к фотографии. Я не видел эту фотографию, но судя действительно на этом брос от фотошопленный. Это, прежде всего, показатель всех джихада и экспансии мусульманского мира в Европу. Ну, пытаются уже там в Мурманской области. Но, мы знаем, результат в Мурманской области. Так же? Чётко показали. Знаете, кто не знает, да? Как вы говорите? Ну, побили. Без били, без били. Без били. Голубь. Без били. И коксовых самцов. И коксовых самцов. И коксов. И коксов сейчас мусульманского мира. И так будет с каждым. Это… Ну так это российская. В Европе это не скажет. А так я говорю сейчас как раз за Россией. Возвращаясь к вашему выступлению, чисто феминистическое выступление или феминистское в стиле… Розовик. Мария Акбакова. Вы меня напомнили? Не зря все данные заплатили. В Акбаке. В Акбаке. Я тоже, в общем-то, где-то где-то заплатил. Но это стандарт. Достаточно выступление. Один-то я думал Акбакова, допустим, как представитель феминистического движения. Да, да. А к этому, кстати, действительно сто лет уже. И где-то как-то, значит… Именно оно дало достательный эффект. И в том числе и в том мире, где мы сейчас живем. Возвращаясь к духовному наследию, мне очень понравилось ваше выступление, потому что я до такого же возраста и такие же мысли. Значит, нас Господь создал образовую подобию и сделал инь-янь. И в единстве этих противоположностей и развивается нынешний мир. А вот это самое почкование, вот у червей, допустим, да, или у растений – это низшая степень. У нас же высшая степень. Но нам сейчас, великий мир от всего, как они считают, в кавычках, хотят преподнести новое. Они хотят вернуться действительно к почкованию, к новым амазонкам, к транссексуализму и так далее. Что они есть, но понимание – хорошо. То есть мы идем против воли всего. Иншалат. Хорошо, хорошо. Можно добавить? Да. Значит, нужно начинать глобально, а не уважать друг друга. Это понятно, это и так должно быть. Нужно перестать воевать. Нужно перестать деньги тратить на коллайдеры, на космос и на все остальное. Опустите Назих. Ты же не пыыш нас. Я показывал свою кухню. Вот болено два слова. Сейчас, сейчас, ну пусть вам. Насчет глобального – глобальность всегда начинается себя. Она в первую очередь начнет себя. Тогда начнет меняться повечение, всегда начнет меняться به было глобальноо. Иначе не бывает. Можно Акни brutal någonting. Можно буквально два слова насчет коллайдеров в космос а, здравоохранение и так далее? Министр обороны Бельгии – женщина, Валентина Терешкова – женщина, Александр ihanog, мужчина. Всё. к сожалению проблема в том что на местах мужчин и женщин расставляет именно война сейчас будет война я в окоп пойду а вы будете подносить в рот или лечебный лук понимаете посещение я мужчина с мужчиной получается воюет перестаньте воевать женщина еще есть три цивилизации кроме нас с которыми мы говорим о нашей культуре информационная война я информационно но я убежден в том что даже самая счастливая семья бывают моменты очень тяжелая то есть не идет все гладко все равно она испытывает некоторые затруднения но мы понимаем что есть такие счастливые семьи и можно только позавидовать и научиться уступать усаживаю женщин и все вокруг делали то же самое я не замечал чтобы какая-то война была вот и с приходом к нам в россии или на нас создавались еще больше мужики вступая в медвеста женщин подают руку да кстати я тоже заметила и я такого не видела как вы рассказываете и вам и это вы хотите видеть то что хотите я не знаю не знаю я не знаю подвину и то я хотел бы александра спросить если вот к примеру мужчина понимает что женщина должна быть мудрой как развить клиенту в родине надо выбрать себе маленькая девочка внутрее всех вот лицов на востоке я очень много на востоке было в средней азии жил и в африку практически все объездил поэтому я могу сравнивать ментальность скажем так русских семей на славянских с какими-то восточными вот такая маленькая девочка мудрее всех мудрецов и женщина у нее буфер ну я вот технически буду выражаться ошибок у нее там допустим семьдесят пятьдесят пятьдесят и поэтому женщина может одни и те же ошибки делать потому что у нее есть опыт жизненный но он перекрылся какими-то более насущными на данный момент ситуациями и она забыла об этом поэтому она может в трое раз сделать ошибку с мужчиной там с воспитанием или еще с чем-то а мужчина он рождается по приори не мудрый поэтому мальчики больше бегают большая смертность у мальчиков потому что они прыгают они свою мудрость получают путем ну и ошибок и потом если девочка родилась мудрый она либо рождается мудрый либо она не способна быть мудрой ее невозможно это воспитать еще мать можно повлиять как-то бабушка правильно отец правильно повлиять но это все очень заводы невозможно ей мудрость невозможно мне на мой взгляд или мудрость уже такой после пяти-шести лет невозможно изначально брать мудрую женщину а я скажу вот а мужчина он свою мудрость накапливает на протяжении сей жизни и поэтому когда мужчина делает одну и ту же ошибку это ему непростительно поэтому когда я в работе или с кем-то сталкиваюсь скажем так с какой-то женской эмоцией я к этому всегда снисходительно отношусь и у меня вообще ничего не вызывает даже бывает какое-то там человечество и возрасте не во виду не куму все люди да еще какие-то зависти какими-то штуками манипулировать я всегда к этому отношусь нормально да то есть особенно если не моя женщина какая-то ну так потому что понимаешь что она может быть не мудрой обиду, грёте там какие-то не объективные доказательные вещи а мужчина он накапливает мудрость я примерно ответил да то есть правда женщина рождается мудрой и все ну может там для пяти лет на нее нужно повылить там до шести а мужчина он накапливает свою мудрость все-все мудрость может быть в тридцати пяти годах примерно кто-то сможет реагностировать и не но не раньше у нас красной нитью проходит с женой ненавистики не, он бабник еще тот нет, ну бабник для себя не для себя да, молодой, молодой, мокрый мужчина всех не удобрались разные контроли для всех с физической темой по аббревиатуре воспитать ведающим отеческим словом питать, то есть воспитывать только отец отеческим словом ведающим питает женщина не может воспитать понимаете, то есть и девочку и мальчика воспитывает отец а мы ведаем работаем спасибо, да, ну само понятно я подпишу третий пункт вы сказали, как предъявить да, 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 вот я сейчас хочу подойти потому что когда мы выходим на очень общее понятие теряется, собственно говоря, прикладная часть а что делать сегодня? вот сегодня с утра на вечер я все-таки считаю, что в нашем обществе за все по идее должны отвечать мужчины ну потому что действительно, мужчины это все-таки дворцы, борцы и от нас во многом по большей части все зависит все от женщины это все по большей части это реакция на то, что делают мужчины и так я, конечно, бы предложил в общем-то задуматься о мужчинах в том числе и женщинах как реакция о том, что нам все-таки нужно посмотреть в сторону мазарата традиционного общества там, где снова мужчина приобретает качества и функции мужчины женщины приобретут свои функции женского начала и свет в конце туннеля после Сашиного утверждения, что женщина, если либо рождается мудрой либо не рождается, тогда мы можем получить умение в части женщин которые не родились мудрой и так женщин не мудрых, которые не получили от рождения мудрости можно воспитать в женской мудрости просто приливая им традиционные ценности спасибо есть разница гвардональная, ментальная женщина краткосрочное существо ей нужно кормить детей сегодня а все разговоры о перспективе это вы оставьте себе и можно понять, это данность которую надо уважать, как просто обстоятельства непреодолевых сил можно черной иглой, а можно овощами есть разница ну да я предлагаю подвести итог сейчас мы говорим уже потому что время это идет мне надо там тоже уважать тема сегодня вообще колоссальная ток-шоу на такую тему в телевизоре нет я смонтирую, разошью, провешу здесь ничего такого не было, что можно скрывать ничего личного, индивидуального здесь было сказано несколько очень ярких откровений, которые на самом деле могут послужить пилотом для того, чтобы такое ток-шоу провести на телевизоре никто не возражает, да я смонтирую и вывешу да в качестве завершения вот всего на самом деле есть очень положительный итог я его хочу выразить словами своего дипломного руководителя это самый толковник у него был диплом народный канал и я ему задумываю вопрос скажите, в чем смысл семейного счастья он говорит 4Т и перечисляет мать да да может 3К все-таки нет вот когда Саша сказал про оденьте юбки первое это тяга это основа, это фундамент на котором все базируется оденьте юбки и соберите волосы про волосы вообще целая притча это одно, это тяга она тянется долго и если ее нет все остальное он отстроит, они пропадают второе, как ни странно такт то есть ты не ранишь человека умеешь можно словом так поранишь и кровь будет брызгать и с той стороны умеет такт это умение не ранить словом чувство веры терпение, то есть когда женщина собирается куда-то в поход можно покурить, можно выйти, можно ждать но терпение иногда по отношению к женщине не нужно потому что там другие инвалиды и как ни странно это терпение первое, второе, третье а четвертое, общие цели я его спрашиваю так цели пишутся через цель он говорит, смотри как писать если через ТСР то получатся общие цели а о чем речь когда рождаем детей и вдруг женщина упирается в то, что все ради детей цели теряются потому что и поговорить больше не речь вот я развелся с первой и со второй женой только потому что все уперлось в домашнее хозяйство в воспитание детей поговорить не о чем нет общих целей а были общие цели до рождения ребенка она была кастинг-директором киностудии а я был директором киностудии у нас были общие проекты мы не могли просто наговориться как оптимизировать производство только родился ребенок все, все закончилось поэтому всегда поруются люди одного сословия и одни в профессии и в близких профессиях когда есть о чем поговорить а самые лучшие жены это управляются те, которые еще и могут дать цели и вот эти четыре Т в принципе мне кажется показывают ну как методически, что делать тяга, без тяги вообще ничего не будет вот все остальное это так выкинь и разотри нету тяги, то свидание и дальше пошло терпение, так и общая цель как раз ты там не веришь да и бытовуха заедает, как говорят а общей целью нету бытовуха это на самом деле вещь которая вообще может быть незаметна если есть какой-то горизонт планирования но мы еще не сказали о любви вселенской почему люди встречаются почему люди женятся мне кажется любовь она это тяга тяга она вот здесь и заложена но любовь она выше чем тяга то есть еще непонятно там зренность и любовь надо еще более да у нас слишком мало три вида любви да ну в общем большое спасибо я думаю что я ночью проконсментирую выложу у нас будет интересная следующее занятие четвертый шаг у нас все таки фотографы нашего избрали он четвертый да если никто не против аааа когда мы поднимем вопрос кто мы и для чего живем а когда политика ну нельзя так в лоб прям поднимать а это все упирается туда не понятно в смысла жизни наши цели не будем забывать мы не философский кружок наша цель выговориться я сегодня например просто поразился от Чернева как он выхватил шашки просто вырубил всех капусту сделал это блестяще проф записали конечно почему политику забывали почему нельзя забывать получилось ну не скучно не нормально а вы говорили вы за мальчика а нет за девочек напоминает кружок реализатор 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 отечества по классной сцене надо политики за смысл не не Продолжение следует...